всех еще раз приветствую задержка 60 секунд выставлена заходим на турнир напомню также что я сотрудничаю с кибет теперь составочной организации вот и на данный турнир есть ставки у нас так что кау у кого есть желание можете ставить даже нашел нашел матч архон мода есть ставочки от кастер анвик у нас против блайл за играет здесь по-моему на блайл за какой-то завышенный коэффициент не знаю так пока ничего делать не буду короче у кого есть желание ставьте ставки через на кибете кто это делает через мою кнопочку которая в описании находится соответственно вот на все игры есть они будут за ними следить ну что же нужно смайла искать по вашу так бэк явка 10 евро уже ты мне отправляйся поздравлял я видел ноты после стрима писал спасибо большое тебе за поддержку еще сегодня 10 евро вижу тебя за поддержку огромное спасибо тебе ребят и всем кто поддерживает корсар спасибо за подписку на премиум и и и и и и и и так ребят короче касс отсутствует по какой-то причине не знаю по какой я пока сейчас все переименую задержка одна минута напомню стоит и 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 Компанию мы продолжим в ближайшем будущем. Не волнуйтесь. Сейчас ждем. Я не знаю, что делать. Придет ли КАСС. Будем начинать понемножечку. Так. Это у меня прямо поперло. Неплохо. Я, говорит, актриса. Замечательно. 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 Короче, ребят, сейчас я встану пока. Схожу в туалет. Тут сделаю дела. Пока ждем КАСС. Я надеюсь, что он придет. Но такое у меня ощущение, что этого сегодня уже не произойдет. По ходу дела вот была и здесь. ЛЗ здесь. Тиран Вик здесь. КАСС пока отсутствует. Я не знаю, что там делать. Такие вот дела. Если КАСС не придет, стартанем сначала с матча за третье место. Может быть, в процессе придет. Он как бы и... Что-то это... Произойдет. Продолжение следует... 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 Так, что-то Яндекс.Мужик тут говорил, по-моему, не? О чем говорил? А, ультра Ассасин 3 шестерки на премиум подписался только что. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Короче, ребят, касса нету, касс нас подставил маленько, вот. Ничего здесь не поделаешь. Короче, я сыграю вместо кассы. Волк. Короче, касса и здоровья. Сминь бretен. Стропорез, как без кассы? На мобилу У кого есть мобила, позвоните ему На мобилу Кейс 320, здорово Всем здорова, ребят Созваниваю стиранный Ликом Алло, здорова Алло, здорова Как слышно? Нормально слышно Меня нормально слышно? Да, конечно Отпишите, ребят, в части Как будет слышно Ну, что тогда Касс подставил Маленечко Сыграем так Все равно это for fun Как бы шоу-матч Нужно что-то нам с тобой Как бы кто что делать будет Да я мог макро заняться Я думаю, что лучше наоборот Может, давай я буду Строить там рабочих Всю эту фигню Потому что за тирана Я никогда не контролил Ну, давай Ну, давай Особо много Можно Давай, тогда так Сейчас тут порешаю Вот Поехали Гоу-гоу Во что играть будем? Слушай, посмотрим Я не знаю Ну, ТВЗ что там как бы Что за карта Во что здесь лучше играть В макро в какой-нибудь Не знаю Ты как, Вась? Ты же на био Я смотрел Ну, твои игры Смотрел Я уже пару билдов Обкатал Можно сделать Через одного рипера И в баншей выйти С 30С Хорошая тема сейчас Ну, давай Вот такую вот Играем И просто Ну, там Тонкостей-то Не знаем Ну, да На свое усмотрение Можешь сделать Как тебе удобней Ну, сейчас Пока еще Сейчас рабочих строить В принципе Можно в принципе Через либераторов Но после обновления Я пока Не пробовал Ими играть Немного Стремных Ну, давай пока Тогда так Давай ты там Я не знаю Я Рабочих тут буду Там строй Здания Я просто не знаю Как там Ну, вот Давай там Через рипера То, что ты играл Давай Будем Хорошо Тогда вначале Билд сделаю А дальше Ты уже там После третьего ЦС Давай Да Я пока Сейчас просто буду Смотреть Что происходит Потом Потом Да Как бы Я уже Буду тут Экономикой Помаленьку Заниматься А ты как Будешь Законтроливать Наверное Разведку Сейчас Отправлю Давай Давай Да Я могу Поразведывать Пока Поездить Зарабан Хорошо Один раз Я думаю Хватит Дальше Рипер Может Спасибо Ребят Там были Ставочки Наверное Должны были Переделать На меня Плюс Тиран Вика Не знаю Да Переделали Не знаю Открыто Или нет Еще Ну Все Поняли Что происходит Что происходит Упс Что такое Как лишний Поставил Немного Запутался Я еще не играл Сегодня Не понял Да Ничего Страшно Если Проиграем То Так Погоди Здесь Значит Никого Нет Надо Ставить И Факту По КД А я Рипера Беру Контроль Бака Так Здесь Цц Что-то Строит Уже Достроим Ладно Раба Косяк Озера Можно Еще А где Он Улетел Пока Вроде Если Пойдет Разведывать Мариков Строить Ну По КД Да Пока Не надо Два Хватит А Да Я Уже Еще Два Заказал Строим И Большой Так Так Геликов Указал Заказываем Инвест Сделать Там Все Эти Дела Да И Лабу Сейчас На Бараке Да Ставить Уже Да Так Лабу Лабу Газа То Нет Сейчас Будет Все Заказал Газ Инженер Можно Скоро 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 Две Штуки Да Сейчас Соплая Блок Еще А Там Они Врачи Опа Где Он Орет Надо Стеночек На Стеночку На Мейн А На Мейн Уже Пошло Дичь Это Какая А А Да Так Он Вис Убивать Хочет Да Нет Так Рабочих Не Очень Заводить Походу Так На второй Там В базе Тоже Нидус Блин Тут Крип Походу Удар Вторая Банша Выдет Можно Попробовать Что-то Сделать Надо Дотерпеть Давай Наверх На Хайграунд Уйдем Попробовать Все Улынком Блин Тут Крип Тумора Короче Надо Крип Выбить Слышишь Как-то Он На Мейне Опять Блин Тут Армари Короче Походу Да Здесь Первой Игре Все Походу Да Ну Мы Не Разведали Не Увидели Я Не Очитал Что Недус Будет Ну Да На Сам Деле Понятно По такому Билду Недус И Тяжело Отбить Давай Следующую Срегешечка Ну Кстати Такого Стоило От них Ожидать Тем Более Ну Они Без Скайпа Плюс Там Блайк Ну 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 Да Я Еще Не Встречал Мало Отыграл Тоже Опыта Не Так Много Еще И Пока Не Встречал Такое Что Не Ожидал Так А че Не Знаю Кто Создал Ты Можешь Создать Да Могу Без Мода Ага Да Не Важно Ну Какую Нам Лучше Не Знаю Создавай Че Там Получше Мосты Можно Приглашаю Пацанов Оп А как Ставить Архан А вот Категория Походу Да Все Понял Угу От От Не 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 И Они Уши Так, чё-то Блай не отвечает. С ЛЗ она сейчас ответит, наверное, и начнём. Думаю, трассу, что ли, выбрать. Тиран стоит. Фиг знает. Поставили. Всё, все готовы, вроде поехали. Гоу. Да, ты, кстати, из какого города сам? Я из Таврополя. Понял. Просто интересно. Мало о тебе что известно, я думаю, людям тоже интересно. Сколько уже в Старкрафт играешь? Ну я с Воло где-то почти сначала только за Зерго сначала, а потом за Пропоцин. Играл, там до Мастер Лиги. Потом за Тирана уже где-то в ход, в середине перешёл. Ну или ближе к началу. Короче, давно. Да. Получается. Против таких тем, наверное, можно Либератора замутить, чтобы над Нидусом повесил и он стрелял. Тогда я сейчас откроюсь через него. Давай, да. А на этой карте как он? Ну, в принципе, наверное, применить можно его, да, на этой карте тоже. Это, Билл, делай сам там, если разведка нужна. Я поезжу, посмотрю. Нет, не надо. Просто репером прилетим. Ну, тут, возможно, кстати, что-то подобное, да, будет. Ну, а может и не будет. В принципе, ублая. Там много ещё зов вся есть. Да уж. Могут ещё быть рачи с передропом. Вот тут овер будет перевозить у камней. Надо будет чек на всяких кучей. А, типа с прокси хата там, что ли, в какой-то... Не, не с хаты. Просто оверу апгрейд делают, и он перевозит рачей. По четыре штучки. И достаточно напряжённая тема. Так, с Сашкой что-то завтыкали. Маленько. Вот это да. Ага, второй К добавлять. Да, он сейчас. И сейчас без рактора сразу факта пойдёт. Угу, угу. Надо бы только перелететь ещё бараком как-то. Да, вот так вот, чтобы в лес рякса в стенку. А, всё, поём. И всё, сейчас, короче, реактор. Штарпорт по КД. И геликов. Тоже без марика сразу строим. Без марика, ты ж плохо будешь, будет висеть здесь. Гадёныш своим овером. А третью ЦС, Каус, по минералам уже. Ну, как будут, в принципе, сейчас мало значённое. Блин, а депошку что-то завтыкали, кстати. Побелду. Ну, тогда сейчас надо уже ставить ЦЦ. Так, Старпорт. Заказывать, да? Да. Так, вот, вот это. Чё-то жду. Так, ЦС-ку грей вижу. Мне чё-то вообще непривычно в Вархон Мод. Ну да, я тоже чё-то ошибаюсь. Так, я так криво выехал. Чё-то можно с Тим сразу запилить лабу. Такие мародёров, если чё добавлять. Тут, похоже, тоже самое будет. Так, а всё, Либератора сразу же, да, можно ставить прям? И он без грейда сразу будет нарезать. Ну, понял. Ну, отлично, да. Ой, как-то неудачно. Чё-то пацаны меня законтролили. Да, давай, не размялся ещё пока. Надо законтролить, где Нидус нам будет, чтобы повесить его правильно. А вот ложку тут сейчас тогда поставить можно. И бараком лабу надо построить. Куда-то он полетел. Барак этот. Здесь вот тоже такое пространство. Сейчас два барака вот тут, где факта, надо перелететь. Ага, рачи идут. Ну, на рамку тогда получается. Оп, смотри, овер передроп пошёл. Деленчиками, иди домой, жди. Ага. Я увёл там, КСМ-ок. Еду. Где овер-то, вот он. Так, ну, КСМ-ок вывести сейчас. А, это Реводжера даже. Очень интересно. Блин, проломали, не успел на рамку нихрена поставить. Да, тут, походу, печаль. Опять какая-то. Да, пацаны подготовились. Ну, да, Даня, это, видишь, стандартные такие раши, которые, ну, а что тут, у нас криво всё, во-первых. Во-вторых, ну, к такому нужно быть готовым уже заранее. Ну, да. Г-гэ. Г-гэ, ладно, спасибо тебе за, может, как-нибудь ещё что-нибудь такое будет. Да, тебе тоже, давай. Спасибо за участие, вот, на турниры приходи к нам. Угу, обязательно. Всё. Удачи. Спасибо. Так, вот так вот кончился матч. Ну, ничего не поделаешь тут, как бы. Стартуем матч за третье место. Несыгранная мы команда абсолютно. Ну, и достаточно, то есть, даже не важно, там одному игроку достаточно было контролить, это всё мог бы один бласть сделать, в принципе, да, как бы вот эти под пуши, потому что... Да, и карта такая тоже тут. Пользователь Anonymous 228 активировал премиум на ваш канал. Так, кто-то, например, Anonymous 228. Спасибо за премиум. Ну, что же, матч за третье место начинается, ребят. Шоу-матч закончен, но я не знаю, кто там, это зрители, как бы, хотели такой шоу-матч, соответственно. Вот, поэтому нужно других игроков убирать было. То есть, не блая, что там смотреть, на его чизы, как бы, как обычно. Ну, и так посмотрим. Я думаю, что даже бы Тиранвик один бы лучше отыграл бы, чем со мной просто. Потому что я только мешал, как бы, то есть, там, криво заказывал орбиталки и так далее. Так, Даш, ничего не понял. А, терминал первая карта. Все, создаем. Зовем Култи. Зовем Гуру. И все, больше никого не зовем. Гуру. Так. На кибет, ребята, ставочки есть. Гуру против култи. 1.54 коэффициент на гуру култи 2.23. Кому интересно, ставьте. Обязательно делайте через кнопку в моем описании. Привет, фюр-фюр. Поехали, здесь больше никого не будет. Пока не знаю, Magic что-то там другое походу стримит. Короче говоря, начинаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Боттлнет, здорово тебе! Хватит тут нам рознь разжигать. Вот, я и так знаю. Все вы хороши, как и... Все населяющие. Все населяющие все. Короче, ты понял. Дагестанские москвичи, дагестанские все. Казахстанские. Поехали. Далее, ребят. Apple Magic что-то другое уже стримит. Поэтому такая ситуация. Бо-5 у нас матч за третье место. Естественно, поехали. Приходите все сюда, не пропускайте. Будет интересно. Кул-Ти против Гуру у нас бьется. Посмотрим, что из этого матча за третье выйдет место. Также, естественно, позже будет отыгран матч Happy против... Продолжение следует... так все понял magic отписал что сам не стримит его у него день рождения сегодня чем я его с радостью и поздравляю вот желаю здоровья удачи а мы же смотрим матч за третье место тем временем мух делается у гуру 30 на пробку култи здесь 3 хат готова 23 дрона у зерга то есть возможно мы увидимся сколько агрессивную игру потому что как-то вообще опасно magic стримит песни что за песни я не знаю но улти невероятно вовремя просто стенку делает сейчас у плинге только подбегает а здесь гид и нати и готовы можно запилить оверчаж сейчас но лучшим азеркором дэмэджем отогнать что энергию лично и растратить она может пригодиться еще позже здесь у нас у култи араку парабам ситуация равная практически и кстати вот этот товарищ под названием аракул можете сейчас очень круто вкатить ни одной спорки до сих пор нету а если култи еще второго будет строить так вообще замечательно то будет и 2 у него тоже заказан рабочих много вижу что денис подготовился ну как подготовился на неплохом уровне он отыгрывает последнее время это очевидные моменты вот поэтому и дошел до такой стадии как матч за третье место то есть был в полуфиналах но только вот что за контроль оракулом но это я называю не не очень крутой контроль оракулом 5 тронов с потерей почти полного хп то есть ты когда прилетаешь нельзя просто нельзя просто так взять и прокликать всего одного рабочих нужно прокликать сразу несколько рабочих вот эти гуру прилетел и на халяву тут своим вот этим передропчиком уже пора привыкнуть уже всем игрокам что зерги чертовы передропы эти постоянные делают вот нужно построить грелку что собьет овера естественно 11 лишь линка остался он здесь бегает мазеркор вообще а мазеркор около 2 базы висит в итоге рабочих у зерга значительно больше становится вот если бы не этот контр-дроп вообще все замечательно было бы так почему 3 то бо 5 матч за третье место должен быть какой к черту 3 если у нас предыдущие стадии все бы опять я не знаю кто это придумал какой к черту стандарт ё-моё блин ты тут сначала спрашивай к делаешь то что нибудь 4 игрокам меня что ли формат на ходу мне тут плюс 300 гита у культива армату что собирается они это грелочки просто что интересно интересная тема да пофиг какая сетка нужно по 5 проводить естественно и не знаю насколько там карт игроки почеркали сейчас чё за бред то короче сам не сделаешь никто нормально не сделает сегодня день кипишный так 26 энергии здесь можно еще прохарасить маленечко вторая грелка вылетать треть строится овер висит культива не видит как у него не видит то я чуть не понимаю оракулы здесь летают так я ладно курти сейчас отпишут чтобы после игры что там все четко сделать потому что мы внутри это бред когда ты предыдущей стадии уже был 5 дел так оракулы и култи тут пытается королев пожечь было плохой идеей а хотя не спас оба способа но дэмэджа они получили еще много теперь только на обороне они в принципе могут быть флитбикон у култи не видит овер этот флитбикон пилонов все новых и новых добавляет 106 125 судя по всему понял что происходит у нас гуру или не понял ой какие здесь юниты пошли с варм хосты уже запилена грелок несколько штук но это играть вот в такую тему без опыта игры в решающих матчах это чистой воды авантюра чистой воды авантюра это на самом деле вот ну посмотрим что из этого выйдет ну я бы не рекомендал никому такая разница какая сетка сыграть то они могут это блин причем здесь сетка то это же без разницы что он да как вот он нет но бывает что 5 могу сказать смотри там поаккуратнее пробивает сейчас минус минус сразу же просто флитбикон которым делается греть на карьеров старпорт старгейт тоже падает это же дичка это нужно восстанавливать эти ключевые здания здесь вот у нас овер висит култи увидит сейчас наконец-то нужно грелкой сагрить на овер да вот же он висит как таким невнимательным то можно быть убивает наконец-то овера здесь очень много потонов очень много пилонов приходят сейчас гидралов много 20 штук гидралис кафа грелок всего 8 может узнать что без опыта такую тему играешь култи делает телепорт на вторую тем временем уже гейты сейчас погибнут очень так грелки код свалили все мазеркор подставляется култи его вообще не контролит сейчас с вармхостов минусует карьером но в это время локусты прыгают сюда фатонки их разбирают они сами очень дрябленькие эти локусты но очень круто разбирают то есть если в принципе законтроливать с ними можно очень неплохо отбиваться 3 карьера строит култи сейчас кстати говоря более-менее стабилизировал более-менее стабилизировал сейчас ситуацию и есть шанс тащить что называется добавляется еще гидра восстанавливает култи тут гейты для застройки гуру строит еще королев гидра вот вот так вот на самом деле для того кто умеет играть в воздуху то что делает гуру это подарок просто судьбы потому что ну вот гидра гидра это вообще очень слабая тема против армада как бы но нет иногда пропушить ну можно если круто исполнять это круто и оборонялся то и экономике не повредили гидрой то тогда вообще все хорошо дискулти летает очень опасно сейчас по крипу нужно срочно сваливать отсюда зачем-то сагрился на линга приходит миллиард гидра лесков минус 1 грелочка точно будет сейчас хотя не ушел чудом каким-то ну тут зато гуру всех мух сбил в карьерах еще вылетает река раму вот нельзя драться одним карьером потому что мух должна быть крит масса чтобы они не гибли от гидры все нужно принимать бой сейчас полетели локусты вперед култи наконец-то бой принимать карьеры своими мухами тут очень неплохо танкуют но мухи кончаются грелок нужно контроль култи грелки законтроль 150 лимита уже и плюс еще три карьера строится гуру лезет вперед как бешеный сейчас на хрена он так лезет я не знаю здесь нас адепты помогают очень сильно вот пожалуйста не до контролил карьеров гидра все разваливать 189 119 а так все казалось бы все нормально но нет мух и все вот нельзя вот так вот драться куда это бесполезные юниты часто побольше стало ну конечно же гуру же все собьет моментальность грелка всего одна тот 100 дэмэж носит поэтому карьеров нужно как-то стабилизировать то есть что-то чем-то их поддерживать плюс нет оверчажей плюс нет фотонок а при игре в армаду всегда должны быть фотонки очень много по всем направлениям и это привело сейчас к поражению так еще раз всех приветствую ребят сообщаю а так серов я создаю сейчас за у всех сюда напоминаю ребят что вы можете меня поддержать отключив от блоки подписавшись на премиум вот и подписаться на премиум а также поддерживать меня мой канал по реквизитам в описании канала или прямо через плеер где сейчас озвучка между прочим есть премиумов и поддержки вашей google яндекс мужиком ну возможно будущем на яндекс не мужика поменяю ну что же вторая игра начинается бо 5 у нас я всем отписал что ну вот три я считаю я думаю вы со мной согласитесь неверно играть и 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 перестраховывать. Даже поля не подгрыз. Даже хп не подгрыз. То есть, в принципе, можно считать это здание целым, потому что... Ой, пилон строится. Ой, неприятно как. Ой, нужно выводить делка. Сейчас всё спускать вниз, иначе сейчас без уверчажа будет просто беда бедовая. Нужно выводить адепта обязательно через сверху. Сгрызает гуру сейчас пилону. Хоть что-то уверчаж убил, если б он сгрыз его до того момента, как он вообще проявился, то было бы вообще всё плохо. Спускается зилок вниз, плюс два адепта. Здесь у нас ещё... Это полный улын со стороны гуру. Пошёл, разводка на мейн идёт. Посмотрите, култи, какие элементарные вещи. Ну чё жаловаться-то? Пишет, что там какие-то, я не знаю, какие-то баланс, там что-то изменить. Но ты не по лотовски пилону расположил даже. Ты говоришь о балансе, но ты даже не расположил нормальное пилон. Где пилон? Близко к минералам. Ну где ты здесь должен быть, чтобы уверчажем прикрывать? Хотя, в принципе, прикрыл и так здесь обычными юнитами. Ну всё равно перестраховочный. Обязательно должен был пилон, чтобы там уверчаж повесить, если что, мазеркором. Полный улын пошёл. Висит сейчас мазеркор, контролит абсолютно всё на второй базе. Гуру пытается как-то пробежать, ещё раз что-то сделать. Адепты спускаются вниз. Овер уже улетел. Нужно разбираться с этими всеми моментами. Так. Глайд, да, ты можешь обязательно в саппорт написать. Конечно же. Не знаю, если ты просто через плеер хочешь задонатить туда на счёт премиума, там можешь мне скинуть, я тебе куплю как бы, но это когда будет свободный момент. Это стандартная операция. Вот Култи понял, что на мэйне пилон необходим. Наконец-то его добавляет адептов. Много на второй. На мэйне есть пилон. Нужно ставить уверчаж. Култи не видит лингов. Вот он поставил уверчаж. Нужно уводить рабов в срочную. Гуру добавил рабочих. Но Култи всё равно больше сейчас рабов. Гейтов новых добавляет. Адепты приходят. Нужно уводить отсюда. Всё, посмотрите. Все свалить отсюда не успеют. В одном овере нету места для всех лингов. И Култи это понимает. Начинает ловить. Куда эти линги бегут, я не знаю. Нужно, конечно, варпануть делка. Линги вниз спускаются. Здесь уверчаж выставляется один. Всё, Култи отбился. Лимита больше, всё больше. Здесь восемь лингов возвращается на мэйн. Нужно что-то делать. Призма сейчас вперёд полетит. Мазеркор позицию не держит. Ну вот забыл про то, что в овере линги сидят. Култи сейчас Призма мимо пролетит. И видит он то, что они врываются, но никак не реагируют пока. Да, варпан какого-то юнита идёт. Что это за юнит? Он слишком долго варпится. Пилон криво стоит. Чалик хорош бесноваться там уже. Так, здесь врыв на вторую базу идёт. Пробки сорваны. Сейчас пробками можно отбиться. Призма прилетела. Адепты почти пришли. Роуч Ворон не готов, но скоро будет он уже готов. Сейчас адепты начнут врываться. И Мортал через мув пойдёт пешочком. Судя по всему, да, адепты есть. Нужно заходить. Сейчас култи их восемь штук. До сих пор не заказан ни одного роуча. Даже девять их штук здесь. Короче говоря, это очень удачный пуш получается для култи. Королев много, лингов тоже много. Адепты на хайграунд сейчас зайдут. Поменяют своё местоположение. Култи заходит прямо на мейн в рабочих. Нужно встать так, чтобы линги не грызли нормально. Здесь на второй базе тоже адепты приходят. Начинают нарезать вдвоём. Где-то гуляет и Мурл. Он назад уже пошёл. А чего он назад-то пошёл? Я чуть не понимаю. Какая-то хрень делает. Гуру рабочими пытаются отбиться. Но рабочими плохая идея от адептов отбиваться. Култи нафокусил 14 уже дронов. Призму нужно собирать сейчас. Вылетать куда-то ей. Начинать харасить, пока на мейне юниты погибают. Нужно на второй, то хоть что-то... Посмотрите, ну где мультитаск-то элементарный? Вот Призма висит. Здесь ничего нету. Просто поставь сюда два адепта и всё будет нормально. 1-0. Гуру ведёт. Да, счёт я проставляю. Мортала строится. Здесь два эмортала уже и у Култи всё равно гигантское. Колоссальное преимущество. В этой игре. Но тут не потому, что он сейчас как-то контр харасил. Круто здесь. Потому что Гуру в начале как бы не смог ничего сделать. И билд его абсолютно не вкатил вообще. Адепты продолжают харасить рабочих. Рабочих упало гигантское количество. Роучи идут вперёд. И как только они сюда придут... А, на мейн ещё прям Гуру. Вот хитрец. Ну, на мейн-то, конечно, может он дропнуться. Но как только он вот это увидит, я думал, что он ГГ напишет максимально быстро. 13 дронов уничтожено. 2-4-45 по рабочим. Всё, что сейчас делает Гуру, это строит рабочий. Култи спускается вниз. И Мортала Мировучи просто за залп и щёлки. Посмотрите, что происходит. Здесь Мазеркор уверчаж ставят на пилон. Линги сагрились. Пилоны всех застрелят. Тем более, что они тупят вот в этот проход. Ломятся все нелепо. Ну, и тут ещё на пилончик оверчажа поставлено. Два Линга, конечно, до второй базы добираются. Но они уже не решат здесь ничего в этой игре. Довар по адептов на третью от Култи. 4 Иммортала плюс пару-тройку адептов приходят сюда. И Гуру вынужден ГГ написать. Так, третья у нас какая карта. Напомню, что какие-то ставочки есть как на финал, так на этот матч уже закрыты. То есть, кому интересно, через кнопку делайте их, через мою. Создаю игру. Орбитальная станция следующая. Верх, точнее, у нас орбитальная. Следующая карта. Секундочку, ребят, сейчас надо встать. Теремность... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, все, я здесь, прошу прощения, а что култит не заходит? Так, ребят, еще... Уже шляпа такая... Продолжение следует... Так, ожидаем гуру... Боттлнет... Балат, сколько смог... Спасибо большое тебе, и так спасибо, братан... От тебя... Всегда приятно было... А так, ну, абсолютно неважно, это я всем говорю... Будешь на коне с Джимми Рейнером на Гиперионе, с Вискарьком, больше зашьешь... Так, поехали... Так, поехали... Все, начинаем игру... Спасибо большое тебе за поддержку, ребят, всем спасибо за поддержку... Поехали... Третья игра, 1-1 счет... Култи сравнивает счет... Култи сравнивает счет... Фух... Так... Так... Не надо темы эти кидать... Все ребят... Пожалуйста... В процессе игр... Я потом в конце стрима скажу, как бы, в любом случае... Ура... Култи... Все... Все... Култи... Стою... Ура... Ора... Орл... так я буду ну что же третья хата шоу-матч был но к сожалению касс не пришел я сыграл с тиран викам нас с блаем убили две игры там по 5-6-7 минут я не знаю поскольку я только мешал там тиран вику на самом деле вот у нас нихрена не вышло ну нужно бой бо бо больше проводить икс блайлз просто ну пара такая они наверное в другом раскладе это делать более не без skype ну на максимально быстро хотели сыграть и ничего мы не смогли с этим сделать в общем-то короче продолжается битва ребят мази а третье место это уже лот в бета бета тоже скоро в общем будет закрыт поэтому спешим и чтобы провести этот турнир сегодня будет он завершён сейчас мы узнаем третье четвертое место по окончанию матча через некоторое время к он кончится будет финал где будет хэпи ваш любимый играть император будет собрата гуру которая бьется с култи пытаться уничтожить тоже зерга и лейзера но не знаю кто из них даже сильнее как бы посмотрим я думаю финал будет в любом случае интересно это по 7 обу 7 это минимум четыре крутейших игры минус линг третий не ксус култи стая здесь овер кстати летать сити здесь можно просто сейчас овер чаш повесить и попытаться фокуснуть например этот пилончик линги бегают зад вперед сейчас адепт стал проход обратно стоить нормально все законтраливает плюс пилончик f2 добавляет путь и две штуки на второй базе мазеркор готов но они уже давно готов не уже на три у верча же есть и три пилона пулти здесь запиливают но с перебором тоже не наставить 10 нужно как стать здесь один пилончик нейксу поближе чтоб варк сюда хорошо шел сразу же один вот сюда чтобы не проходили на приеме на хрена вот это вот это вот на хрена проход такой гигантский 3g так вот и сюда добавляет тоже не знаю стоит ли рано так выносить продакшен вниз гуру не делает никаких нидусов ничего такого у него руч ворон перестраховочный ставится но вот этого ну ты это гуру был бы не гуру если мы не увидели вот этого дела не понимаю почему култит до сих пор ну вот ну что за глупейшие ошибки ну вот на поставь ты даже вот ладно фотонки ладно юнита здесь элементарно пилона нету что поверчаж повесить ну что за блин наглости халява так 10 линги на второй базе прибегает оракул убил 10 дронов тем временем правда от култи то есть он реабилитировался за потери которые здесь понес но получится ли вторым оракулом что-нибудь нарезать яхо зет спорка права еще не готова то он прилетает на пути вообще не контролит ну понятное дело пока тут за лингами гонялся чего его контроль то прилетел улетел на двумя оракулами может быть сейчас получится нахарасить обязательно нужно дать от регене сополям у этого желтенького сейчас если там нахарасил было бы хорошо конечно твайлайт делает култи 3 оракул уже полетела на куда столько их много бусс астергейта нужно вот бусты тоже постоянно я вижу сейчас причем от не только у култи у многих процессов но понятно еще не привык не привыкнуть физик не привыкнуть к нововведениям лотва что бусты по-другому действуют там и некоторые другие способности то есть вот сразу нужно с астергейта снять там или или в nexus или в что-то где проекшн там где ну грыды идеально там фаржей не знаю бустит вайлайт кинд адепты на мейн врывается линги заказаны ручи нет снимает сейчас каст култи адептом рабочих начали жать 7 уже минус 3 8 10 минус так 12 13 можно сейчас на мейн по повести еще адептов было бы например кастом вот этим вот и одновременно ворваться оракул его чё култи здесь летают эти мэйн открыт просто врывайся не хочу рабочих унижай просто разбирай все ни одной фотонки нет тоже меня беспокоит хотя фаржа это значит что вижена очень мало будет газ нужно начинать добывать из низкой лингов приходит stalker в култи до вар пошел плюс один блин здесь нихрена нету мазер помнит на второй висит и на третий нет вообще обороны в итоге на рампе спусти уже вниз стою и за две пробки но это что такое две пробки конечно но это потери абсолютно необязательные сейчас были для култи вот оракулы тоже непонятно чего висят они в итоге станут не то что полностью бесполезными но не такими эффективными как на этой стадии на данной вот и култи бы желательно что-то ими еще сделать те в принципе втроем они будут дпс носить если их фокусить не будут на всех практически стадиях здесь гидра уже пошла кстати в отличие от и лейзер круг култи с люрой убивал вы помните полуфинал я думаю кстати записи выложено уже заплюсованы прохождение брудуара 2 полуфинал они уже вылежат на хотя на главное они не лежали сегодня почему уж там что-то проблемы какие-то там с кэшами не знаю чем-то еще было были ну вот на сайте именно технические неполадки может быть сейчас уже пофиксили я не смотрел короче говоря можете смотреть эти записи здесь нас дар шанс култи добавлять гейтов но очень много роба отсутствует насколько я вижу то есть до варпа не будет а здесь пилон с нексусом смотрите это не у скул пуш я называю гуру видит прекрасно же здесь происходит не у скул пуш называя это сейчас на ходу придумал конечно же вот на самом деле это просто грамотный мув также как и на гейт сюда идет варп очень быстро и даже несмотря на то что нет устроиться то есть его можно отменить и все нормально варп все пойдет култи приходит агрессивный под блинк под реводжеров кидают пару кастов сейчас там гуру нужно отойти немножечко оракула здесь есть постоянно кидается ревелэйш поэтому култи есть возможность харасить на хай граунде юнитов гуру вот как-то култи долго действует долго очень действует он почему-то фарже плюс 2 заказано вот когда у тебя три нексуса ну ты там допушить не можешь я не знаю почему бы не сделать к примеру две фаржи чтобы грейдов побольше запили так еще один ревелэйш култи принимает бой пара адептов очень много сталкеров кастуют сейчас кастуют сейчас реводжеры ядры очень много у буру несмотря на все под ревелэйш моракулы дэмэш рубает вот они насколько бесполезно они падают секунду какой-то агрессивная блин култи что ж ты делаешь то ну куда ты прешь то три базы экономика великолепно но это для меня описанию не поддается я не знаю ну нужно же не только на кнопки жать то нужно же думать куда ты жмешь контроль дальше назад короче пуш провалился по лимиту все невероятно печально гуру тут миллиард баз ставит хотя ситуация просто великолепнейшая была в экономике во всем как здесь култи сагрил гидру дарки нарезают сейчас пока у версира нету они гигантский просто демош наносят но сталкер пару култи потерял дарков спалил базы и навряд ли ими получится вырубить теперь роба нету то есть если у тебя нет роба и ты не собираешься не в дестабилизатор уход ни во что почему такой ужасный контроль сталкерами но если ты ставишься на именно на пуша этими сталкерами расконтроль же тут по блинкость нормально куда агрессивный блин когда тебя меньше делать агрессивная блинка же уже для добивания фактически де задействовать должен быть но вот култи как-то прогорел здесь дроны уже на золото пошли ой разбивает 121 лимит на 166 работает это элементарно быстрый варп идет нежно немедленный только на пилоны на которых гиты стоят либо на пилон кровь вплотную к нексус стоит но с нексусом есть я не знаю табак может быть или и может потом исправить то есть даже нексус когда строится на него уже идет быстрый варп как бы не только на готовый поэтому можно вот так вот стоит нексус и все хорошо так дарки пытаются скрыться конечно же никуда уже не денутся минус 3 дарка но вот опять просто беспечно взял отдал трех дарков можно одним бы тоже сам было сделать слить архон чека оставить при армии например он бы справлялся вот с этими ребятами просто бы на ура один-два агрейды люру сейчас собирается гуру запиливать у него здание делается гидродензо морфился здесь на обычно четвертом нексусе пошла серьезнейшая почему култи до сих пор роба не сделал для меня без понятия опять же пустой лайте который ничего не делает абсолютно буст в нексусе тоже сейчас на такой стадии на хрен не нужен рабочих уже 80 куда больше ну мы знаем что култи любит хотя бы эти два любителя рабочих гуру тоже для зерга 99 ну кстати я не сказал бы что нормально для зерга 99 рабочих иметь это редкие зерги так делают их потом уже в болевой лимит переводить естественно но добыча посмотреть почти 3к у зерга укул ну 2 800 у култи 2 100 будем так примерно округлять даже 2 на 2 800 наверно точно можно так сказать култи 170 лимита гуру дал култи восстановить это для култи чудо ну вот люра пошла и у култи просто даже обсервера нет уж мало того что он убить то и физически ничем не может так еще ему и обнаружить даже нечем и сейчас люра копается но она копается вне боя где-то за 3 9 земель с н3 были култи отданы моментально практически видит он люру нет он пока не видит люру он прям под ней дерется сейчас зачем-то обсервер запилен 3 атака делается и вот люра такой юнит вот если у ее 17 17 лёргеров делает группа смотрите что творится сейчас он одной люрой что собрал с убийцей можно законтролить вот если раньше мы мог просто тремя атаками там на филдах просто разбирать все то сейчас но без армора никак против люры против всего остального это не работает люры миллиард приходит култи фокуснул сейчас оверсиров нужно значит но обсервера делита от своего армии я сейчас начну нервничать вообще жестко походу люра уходит агрессивный под блинку версиров я не вижу в продакшник а в север опять же где-то сзади находятся вообще непонятно где роба бы я не наблюдаю култи поэтому а вот он нет наблюдаю про прощение на 4 такое важнейшее здание ставить тоже по моему это перебор здесь три плетки есть они защищают очень хорошо здесь под плетки култи заходят спорку фокусит на второй базе спорку зафокусит абсолютно точно хату можно вырубить можно рабочих пор убить здесь гуру поломился люрой вперед ее просто невероятное какое-то количество перекапывает ближе с флешевых юнитов никаких нету ни шторма не ох как бы сейчас шарики подрешали это же жесть бы было просто но на второй базе за ту култи тут гуру проблемы жесткие создает королевы спускаются и дарки их просто размололи сейчас я бы так это назвал у версира 2 здесь есть смысла блинкаться никуда никакого нет всех сталкеров потеряешь если блинканешься где стабилизаторов ровно ноль здесь дарки работу свою выполнили но как бы они не старались темные темные в общем-то тамплиеры светлые тамплиеры что-то вообще будет охренел занимаются одни сталкеры здесь больше ничего нету хотя култи пока еще живет и у него новая база уже образовалась сейчас можно можно было пару люров поймать на мою сейчас курси он идет не блинкается ничего не делает ноут блинк на кд есть как-то култи нужно унес макро все просто замечательно с контролем култи очень много проблем сейчас не знаю почему как бы но с контролем реальные проблемы сталкерами ну и плюс это макро он не реализует в грамотные технологии какие сталкера я не понимаю ну то одни сталкера голые да у них хотя бы троечки все гриды не за должны быть но должны быть на такой стадии уже какие-то юнит игры саппортить будет этим помогать сталкерам что называется так как они ну по мобильности да там свои функции могут выполнить по харассу но они не могут разобрать вот эту вот хрень калюры становится 20 штук тут я не знаю как ты их не сплетни ну чудо сплит еще пока мы не видели никаких начала самая лотва но тяжело разобрать будет в общем-то очень тяжело так приходит култи подрезает хату судя по всему или нет не подрезать нет не подрезает хату подрезать мог на одной базе в итоге фактически остается ну 150 лимита есть и дестабилизаторов он сейчас построил сейчас можно подлюру подмирус тут нельзя давать ей позицию это как танки просто не дал посмотрите на мой сколько люра дает буру култи зажимает просто вот это может сейчас решить игру отдал миллиард люркеров на муве просто один всего здесь остался култи одного боится ну вот не видит ситуации адепты на золото пришли здесь три люра есть култи минусу еще одного здесь хату обязательно нужно сбрить сейчас можно даже агрессивным блинком попытаться это сделать култи просто сбрил сбрил плетку отошел назад а в сервер живет каким-то чудом гуру бегает зад вперед один ультралис заказан люра всего 220 гидра рисков на 39 сталкеров все разбирай кара и называется линги грейжа хотя не 22 нет ультра ультра будет очень грейжа но она пока один ультралиска всего нужно свалить отсюда сейчас об сервера култи потерял дестабилизаторами нужно пытаться пользоваться помогать здесь nexus восстанавливается то есть я гнал гнал на култи и култи начал тащить в итоге нужно хвалить гуру гуру молодец сейчас он начнет прогорать но в этой игре уже поздно может быть два 200 километров миллиард новых отставится в итоге вот гуру насколько я знаю это молодой очень игрок польский он даст он давно уже играет я давно его помню судя по всему судя по всему так куда-то двумя-то сразу пути приема с чем-то начал разбираться да убей ты их всех всеми сталкером можно два выбрать одним в одном направлении через шиф прокликать другим в другом здесь пытается гуру пойти сейчас на мейн култи идет на мейн тысяча газа архонов култи зря не применяет nexus восстановлен но здесь очень жесткий сейчас забегание жестко идет гуру моментально фокусит нексус култи пытается новое отстраивать здесь нужно прийти сюда вместе с дестабилизаторами иначе гуру ноут култи опять же посмотрите единственная добывающая база позицию теряет куда-то пошел в другом направлении а как ты кстати нету ни одного аф сервера так здесь два люра култи идет вперед нужно базу идти отбивать акулти где-то гулять так приходит здесь муталиски дестабилизатор каст кидает сейчас одного всего гидрала забирает каст мягко говоря слабенький был мягкая агрессивный блинк наверх это такой фейл просто култи что ты делал я не знаю ну не настолько же волочь в лотов мало еще играли чтоб ну такие то ошибищи делать жесточайше хотя култи тут почти может быть даже бы и разобрал бы но по лимиту все печально слишком много ресурсов и 10 просто бивни 10 вот этих же станок заказано и база падает но култи не сдавался до конца молодец хотя бы в этом вот следующая игра следующая карта у нас сейчас я вам скажу какая будет так следующая карта даже сервис орбитальная а нет мосты следующая карта у нас дестабилизаторами чендингов можно сбрить но это слишком уж наверно дестабилизаторами до чендингов взбревать хотя ну что тянуть не будем в принципе сейчас сразу будем начинать я думаю так все готовы поехали нет это не бутри этого 5 я уже говорил о том что бутри это ошибка то что бутри просто на сайте нельзя по-другому создать естественно когда четверть финала 1 8 полуфинала 5 матч за призовые непосредственно не может быть вот риеты просто идиотизм полу я не знаю а и 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 урон у ли уры ну что-то в районе 2а 20 просто и 30 по бронированным что ли как-то так короче жесткие очень уронулируем. Ну что, ребят, 3 хата у Гуру, Култи Нексус почти готов, кибернетка пошла, застройка, вот она, проход около камней. Ну что, раскачка идет, 8 лингов от Гуру, прошу прощения, на секунду отвлекся, здесь линги не смогут пройти Зилка, потому что он против стоить намертво в проходе. Так, вот это интересно уже, изменение стратегии, какое-то может быть со стороны Култи, я так понимаю, или же не будет никакого изменения. Линги выдвигаются сейчас в количестве, в количестве, у вас 10 штук. Не стал Гуру грызть камня, почему бы здесь овером, он видит, что Мазеркор висит, который все законтраливает. Здесь у нас Адепт плюс Зилок прикрывает Нексус, пилончик заказан. Муф еще не готов, конечно, у Гуру, но сейчас будет готов, так что Адептам даже тяжело будет расконтролить Зилком. Нужно второго Адепта сверху спускать, отходит Култи на рампу, но Нексус отменить не получится абсолютно точно, нужно Адепта одного спустить, пилон загрызет ведь. Ну, Култи, ну что ты делаешь-то? Мазеркор возвращается, неужели Нексус так вот просто дешево отменит? Возьмут и отменят Нексус так дешево. Еще 16 лингов Гуру, 18 плюс Коготь, он собирается сгрызалить и какую-то устраивать. Адепты спускаются вниз, вот так вот оставлять без прикрытия проход, Култи понимает, что очень опасно, поэтому, естественно, но одного Адепта там оставил. Передроп пошел от Гуру, опять же, Култи видит овера от пилона, нужно пробок уводить сейчас срочно. Вот почему, посмотрите, вот почему нужна фаржа сейчас, особенно в современном лодке. Во-первых, и плюс один раньше закажешь, во-вторых, естественно, можно построить просто фотонку в рабочих, который все отобьет. В проходе в итоге у Култи ничего нет, он не контролирует. Посмотрите, Гуру сгрызает Нексус, а оверчар сверхпоздний. И ты открывается, но рабочих все еще меньше у зерга, у польского. То есть до сих пор можно... Ну вот линги прибегают. В проходе никого нет, ну Култи, ну что же ты делаешь? Ну е-мое. Ну вот я когда такую хрень вижу, мне просто, я не знаю, тоска берет. Ну вот как? Вот это вот, что это может значить? Так, пробки. Это может значить, что 3-1 счет у нас становится, понемножечку мы к этому идем. Проход так и не закрыт. Линги новые и новые набегают. ГГ пишет. Пусти. Вот так вот все легко и просто, как говорится. Ну что, дальше у нас только Хэппи против Элейзера. Перерывчик сейчас будет, минуток в 5, наверное. Тире 10. Я напомню, как раз пока расскажу вам про то, что сотрудничаю с Китбетом. У них есть ставки, можете ставить на финал. Вот коэффициенты здесь, конечно. Конечно же, в пользу Хэппи. 1.32 на 3.0. Ну вот, кстати, заманчивый на Элейзер-эффициент, но не знаю, как, собственно говоря, там. Ну и про конкурс, который, кстати говоря, есть ссылка на который у меня в описании с К2ТВ Гудгейма, от Китбета к Близкону, кто ставками занимается, кому интересно. И между комментаторами, там, Каби, Алекс и я, там еще кто-то изверг, что ли, не помню. Может, еще кто-то там участвует. Короче говоря, за 100 баксов кто, типа, больше. Но это условный конкурс, как бы, то есть я никаких денег, ничьих не ставлю, ничего с этого не получаю. Просто 100 условных единиц, я бы так назвал. Вот. Ну и, собственно, по ставкам там. Потом я вам распишу, что и как. Подробнее перед Близконом. Пока скажу вам, что вы можете в конкурсе участие принимать. Там промо-коды, все дела. И ставки делать через кнопку мою. Мою делайте в описании. Вот. Ставил я на Мару 25. Ставил я на Дрима 25. Почему больше Мару тиммейт Рога? Я уверен, что он должен его забрить. Белый фаворит. А на Дрима, когда я еще видел, был коэффициент 1.82 на Дрима, 1.72, по-моему, на Гидру. То есть на Дрим был, не был фаворитом. Это мне показалось бредом. Я поставил на него тоже, потому что, считаю, выиграет. Здесь инку не ставил. На Зеста поставился на Вейшн. Почему? Потому что по истории матчей у них примерно там одинаково побед. И в бот 5 Зест побеждал на Вейшн. А тут какие-то коэффициенты. Я думаю, что он может его одолеть изи сейчас. Это не Бьял, которого минус мораль. Здесь поставил на классик, потому что он всегда убивал Бьяла. И вообще Зергов он изничтожает. Ну, а здесь на Фэнтези, потому что 3.40. Ахира он выигрывал не раз. Шанс есть. Короче, вот так. Кто хочет, ребят, участвуйте. Сейчас мы продолжим, ребятки. Здесь уже все открыто. Так, лейзер по ходу АФК нужно искать. Култи, спасибо за участие, за четвертое место. Но все-таки как-то нужно более четко такие решающие матчи отыгрывать, я считаю. Гуру поздравляем с третьим местом. Естественно, 4200 рублей он получит. Ну, это сколько это сейчас? Это чуть больше, там, 50 долларов. Ничуть больше. Короче, сколько-то там. Очень не знаю, как там это все конвертироваться будет. Уже не мой, собственно, вопрос тут. Короче говоря, скоро я вернусь. Пока ищем и лейзера. Они черкают с Хэппи. И финал, ребята. Хэппи против лейзера на горизонте. Т what? Продолжение следует рад. Курки на горизонта. div foul. Парк против лейзера. Иде't вид концерты. Парк против лейзера на горизонте. Ну, почти кругом. Продолжение следует... 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 А вот всё, пришёл и лейзер, отлично. Ждём пока перелогинится. Так, готовы ли все или нет? Сейчас всё. Поехали. Первая игра Хэппи против Элэйзера, да начнётся битва. Финал по 7 до 4 побед, тут минимум 4 у нас игры крутейших будет. Ну, насколько крутейший, сами оцените. Всё. 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 Короче, ребят, смотрим финал. По поводу подписки на премиум Альварес это в саппорт пиши, что так произошло там с некоторыми направлениями. бывают какие-то косяки, не знаю я там в чём суть. Вот. Но бывает всякое. Короче, ребят. вск2tv гудгейм всех ещё раз приветствую. Проявляйте активность в чате SK2TV, естественно. У Хэппич, опенинг через рипер, ццшка строится, пора бы по игре уже пару слов хотя бы сказать. Прилетает рипер, гранаточка сразу полетела, рабочих немножко раскидывает. Начинается контроль лингов. Не обращайте внимания на вот эту вот штуку. Это интерфейс косячит за счёт того, что дэмэдж наносится рабочему. Он пишет, как будто бы их убивают. Естественно, они не погибают. Пока только одного линга Хэппи забрал. На краю щек гранату ставят, улетают. Можно даже ФП от него посмотреть. Мне интересно, как он контролит. Кнуклис, я же говорил уже, что Гуру давно я видел, ещё воля, мне кажется, на ладере. Я даже иногда с ним попадался. Вот, но это реально давно было и он тогда был слаб. Смайл поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Слава императору Ава-Ава. 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 Миксанул. Спасибо тебе, Паш. Вот так вот, ребятки. Я думаю, скоро проведу голосовалку, оставлять ли этого мужика или может женский голос поставить всё-таки. А может чей-нибудь записать. Хотя нет, вряд ли так получится. Геленчики поехали вперёд. Либератор строится у Хэппи. Гуру достаточно старый игрок, но играл он не сильно. Вот сейчас он просто старый, в смысле, в плане того, что давно играет. А вот по возрасту, сколько ему, я без понятия. Мне кажется, что он из молодых. Прилетает рипер с четырьмя гиллиончиками. Гранатка кинута. Ну, тут подхарасить не получится. Королевы стоят, всё законтраливает. Хэппи попытается сверху объехать, может быть, с этого направления. Кстати, посмотрите, королевы стоят так, что если резко сюда врываться, можно прямо на рампу попытаться заехать. Но 11 лингов. Где они? Они только-только вышли. Вот Хэппи гранатку кидает. Гиллионов своих же подкидывает. На мейн заводит. Но это же гиллионы Хэппи. Это не просто гиллионы. Лингами принять не получается. Гуру рабочих все в кучу свёл. Семь дронов уже минус. Это дичь какая-то. Десяточка рабочих погибло. Прилетает сюда у нас товарищ Либератор. На этой карте имбовую позицию. Хэппи... Вот Хэппи чертяг. Посмотрите, какую позицию занимает. Начинает просто выбивать. Видит, что спайр ещё не готов. Поэтому можно абсолютно спокойно, ничего не боясь, харасить. Гуру, естественно, собрал дронов. Переводит на третью базу. Так, ну можно голосовалку запилить, кому не улом. Не знаю, паш там, бзик, сделайте голосовалку. Какой поставить голос, женский или мужской. Просто там разные. Там два варианта мужских, два варианта женских. И у них ещё по четыре как бы у каждого вариации. Нейтральный, добрый, злой и какой-то там смешаный. Короче говоря, вот. Либераторы возвращаются домой. У Хэппи наращивается продакшн. Но пока до стимпак... А нет, стимпак уже... Погодите, а где он заказан-то? Я что-то не вижу. А вот барак слабый. Всё, вижу. Здесь три ещё добавляются на реакторы. Камни ничем Хэппи не контролят. Косячок. Но пока не собирается зеркничью прогрызать. Собственно, вреда много нанёс и лейзеру сейчас Хэппи. Но и лейзер не сдаётся. Не сдаётся. Несмотря на вот эти вот такие места, как вот здесь. Здесь, блин, для либератора просто позиция даже с нынешними пятью рейнджами жёстко. Нет, Лёв, это не Гуру. Здесь сейчас, конечно, не Гуру бьётся. Здесь бьётся и лейзер, он же Лин Кинг. Либераторов уже четыре штуки. Это такое хорошее количество. Муталевские будут не очень рады их встрече сейчас. Да, это лейзеры. Просто вопрос был про Гуру. Я про него рассказывал. Если я ошибся, сказал, что Гуру там что-то там. Конечно же, я тогда косячнул. Муталевские пытаются расхарасить вторую базу Хэпи в кармане. Ничего не получается. 91-90 по лимиту. Парабам, 69-54. Четвёртая хата от лейзера пошла. Рейнджовые грейды 1-1 делаются. У Хэпи делаются 1-1. Естественно, стандартные биогрейды. Вот. Пошёл выход от Хэпи сейчас. Вот там вдвоём голосовалки создаёте, ребят? Голосуем за голос. Не ленитесь, голосуйте. Я потом проверю, запилю. Это недолго делается, собственно говоря. Ну что, реведжеры кидают. Ой, как медивак сейчас Гуру подбревает. Хэпи недоконтролил, потерял. Ещё 5 реведжеров. Очень часто их начали использовать. Но, действительно, юнит эффективный. Если рукастый игрок, то он очень чётко накидывает эти скиллы. Да и дэмэдж неплохо у них. 18. Да и рейндж 6. То есть, рейндж, как у Гидры, дэмэдж выше, чем у Гидры. Скорость атаки 1.14 сравнима с скоростью атаки Гидры. Разве что по воздуху не стреляют. Реведжеры кастуют. И лейзер сейчас пробивает камни максимально быстро. Посмотрите, насколько быстро они падают под ударами реведжеров. И лейзер заходит на вторую базу Хэпи в карман. У Хэпи ещё даже щитов нет. Посмотрите, какие маленькие, худенькие такие. Маряки против вот этой жирноты. Что не сделать-то могут. Казалось бы. Посмотрим, что Хэпи сейчас сделает. Раскладывает сейчас либераторов. Но по ним попадают очень хорошо касты этих юнитов. И сейчас вот как раз таки Гуру очень неплохо законтраливает. Попадает. Но один либерат всё ещё живёт. Он там Роучи ликвидирует. Но Маряки вместе с Хэлбатами разобрали сейчас реведжеров. Часть. Но муталиски до сих пор живы. Либератора вынужден сложить Хэпи, чтобы помочь уже от муталисков отбиваться. От муталисков вроде как отбивается Хэпи. Но по лимиту проседает уже очень жёстко. 140 на 80. И похоже на то, что и Лейзер может очень скоро 1-0 повести. Потому что рабочих у него 66. То есть экономика хорошая. И даже на четвёртой его немножко есть. Приросты жёсткие. Но Хэпи держится пока. Сдаваться Хэпи не собирается. Давайте посмотрим, какой вижен у Лейзера. Что он вообще видит. Так, ребята. Голосуем за голос. 400 человек. Почти 500 в чате. Я проголосовала. Всего ничего. Блин. Там соточка. Давайте поактивнее голос поставить. Женский мужской. Ведь он постоянно будет говорить. Если кто-то будет на премиум подписываться. Кто-то что-то. Поддержку будет кидать. Ну что же. А Хэпи, судя по всему, поддержка нужна. В этой встрече. Потому что и Лейзер, смотрю, с Гуру Хэпи легко получилось. Сыграть. А вот с Лейзером что-то тяжело. Но посмотрите. По лимиту. Хэпи очень быстро накидав мулов лимита. Добавляет сейчас. И уже 87 на 95. Только что была разница. Там 140 на 80. Чуть ли не 60 лимита. А тут Хэпи уже сравнивается по лимиту. Посмотрите. Но по грейдам сейчас Гуру вперед вырвет. Простите. Лейзер. Сейчас у него уже второй армор будет. Здесь 1 на 1. Хэпи второй армор даже не закал. 73 дрона. Правда. И уже готов. Хайв и ультралис. Киверн уже запилен. Хэпи нужно наносить какой-то удар по экономике. Не знаю. Что-то нужно сейчас делать. Чтобы уже не полезла ультра просто в гигантских количествах. Био сейчас с ультрой даже с мародерами. Помните как мародеры унижали ультру в воле. В ходься. Они просто изничтожали ее с контролем. Но сейчас мародеры с ультрой очень слабо дерутся. Из-за усиления армора. Из-за многих параметров в общем-то. Хотя таких многих. Из-за усиления именно армора. Из-за одного параметра это и происходит. Три-два грейды. Четыре ультрала и лейзер заказывает сейчас. Выход идет. Стимпак. Коверы выбиваются. Забегание. Контр забегания лингов проходит. Хорошо хоть один марик здесь сидит. Но один отбивается сейчас. Пытается этим мариком. Ультрала еще не готова и лейзера. Хэппи уже пришел. Посмотрите. К третьей базе лейзера. Хата падает одна. Хата падает вторая. Продакшна меньше. Ну вот они личинки. Здесь кстати один ультрал. Вот он выходит. Сразу же в бой его кидает. Лейзер лингов. Гигантское количество ультрала не пройти. Пока он без грейдов. Хэппи отфокусил. Нужно загружаться. Улетать. Загружается. Хэппи улетает. Вместе с танком. На четвертую базу перелетает. Если четвертую получится выбить. Пользователь на базом активировал премиум на ваш канал. То это может быть опасно. Вот вы видите голос. Слышите точнее. Бейлинги заходят. Один дошел даже. Бейлинг приятного. Здесь мало. Залп минки по коконам. Сейчас прошел по ультралам. 109. Хэппи. 126. Лейзер расшатал очень жестко. Шанс. Шанс еще есть что-либо сделать. Но муталиски сейчас могут ликвидировать медиваки. И что тогда делать? Здесь у нас дистанс майнинг во все идет. Нужно медиваки хоть увести. А то как с био быть? Часть юнитов забирает Хэппи. Медиваки пытаются сплетить. Муталисков новых и новых. Лейзер добавляет. Четыре мародера Хэппи смог увести. Но почему он не строит сейчас либераторов? Ведь кто с ними дерется-то нормально. Это именно они и дерутся. Вот. Ну да. Вкратце, если за армору. Но не только у слонов армор увеличили. То есть за уникальные грейдни 2 а4 давится. Но, естественно, мародером разделили на две части атаку. Я это не сказал. Но я это тоже имел ввиду. Естественно, нужно было упомянуть об этом. Теперь посмотрите, как мало же демеджа они наносят по ультре. Вот раньше бы они уже убили. Посмотрите, как они вообще ультру ели демеджи. То есть сейчас мародер, вот взять его демедж сейчас, да, по бронеру. Он 12. То есть он 24 наносит, но 12 с каждой руки он наносит. А у ультрала в данный момент армора 8. То есть по 4 демеджи, скажем таки, 8 всего. Он как марик фактически бьет. Чуточку посильнее, чем марик он бьет по ультралам. Минки делают залпы. Один ультрал падает. 67-117 по лимиту. Здесь несколько муталисков с поддержкой этого кабана. Плюс один полудохлый линк. Но нечем мутку убить даже сейчас хэппи. А мута все новое и новое прилетает. Держался хэппи молодцом, конечно. Но все-таки, все-таки лейдер не упускает первую игру. Не ставит победную точку здесь и сейчас. Нам нужна вторая карта. А вторая карта это орбитальная верфь. Так, секундочку. Сейчас я в голосовалке результат открою. 174. Женский няшный. Женский няшный. Так. За женский голос, говорите вы, да? Сейчас я послушаю, что тут у нас за няшный. Няшный и женский. Мужской 2. Женский. Ну это доброжелательное получается. Привет, это проверка голосового сообщения. Ну так себе. Привет, это проверка голосового сообщения. Привет, это проверка голосового сообщения. Вот этот оставляю. А раз няшный, пусть этот будет. Надо будет потестить, ребят Ну, сами понимаете Хэппи что-то пока не заходит Зову его еще раз Сюда Все отлично И лейзер отошел, наверное, на секунду Потому что я минутку написал, что нужна минутка Пацаны, голосовалка на Гудгейме находится на моем канале Естественно, потому что встроено туда все Вот Вот теперь мужик вам лучше Поехали Разберемся, со временем станет Понятно, что да как Так, реклама появилась Реклама идет У меня оба голоса нельзя одновременно поставить Их надо менять Но я буду менять просто иногда Мой голос ужасен Убейте меня Что это было, я что-то не понял Откуда это прорвалось, скажите мне Или это Локи там химичит как-то, я что-то не понял Как это получается Ну что, орбитальная верфь Всем привет, ребят Кто недавно пришел Людей все больше и больше Хепич бьется с Элейзером Проигрывает уже 0-1 Култив 1-3 проиграл, к сожалению, матч за третье место Здесь у нас до четырех побед, соответственно Битва идет Продолжение следует... Так, ну что, рипер харасит А, аура, слушай, там от сотки же озвучка стоит У меня надо поменьше сделать 40 рублей Проверка не вкатила твоя Сейчас я, кстати говоря Поставлю поменьше порог Короче, тридцатку ставлю Пусть будет тридцатка Раз-раз-два-два-два-два-три-три Что-то сделал Если поп в свои годы Не вкатывает Ну что, приезжает дрончик Запиливает хату Третью По потерям, соответственно Хэппи потерял рипера Овера только что он сбил То есть рипером вообще никого не убил Но здесь у нас гелионы Плюс медивак Плюс... Ой-ой-ой, ребятки Посмотрите, что Хэппи решил Сыграть В лотов Но не лотовской темой Он сейчас просто Хилбат пуш Делает полноценное Абсолютно И он будет невероятно сильный Кстати говоря Нужно всегда помнить Про то, что Старые вещи Могут работать Так я и не понял Кто это все Это локич, видимо Да, запилил А, понял Понял Это ты балуешься Все понял Ну что Приходит хилбат пуш Нужно на рампу Заходить Хэппичу Он хочет третью хату Отменить Я не знаю Что из этого получится Контроль хилбатов Идет Три марика Живут Это ключевой момент Почему не фокусит оверов Сейчас элейзер Я не знаю Хилбаты в королев Вгрызаются Сейчас минус королевы Естественно Три вот этих штуки Еще одна пытается Наверх уйти На лоу граунде Здесь снизу Хата Вот это скорее всего Упадет Хотя не факт Здесь уже Хотя плетка приходит Смотрите, приходит плетка Сплейт от хэппи Начинается Прилетает Сюда у нас Либератор Аналог Валькирии Из первого Старкрафта С атакой по земле Причем атака по земле Ну очень сильно Плетка В итоге Никого Не может Атаковать Так как Либератор Все ушли Тонуть нормальные Поэтому Все они Практически погибают Скан пошел Ну не успел Бейлингнест Вовремя Запилить В этой Игре И лейзер Но И хэппи Не получилось Нанести Какого-то Прямо Дико Критического Дэмэджа Потому что Посмотрите Не лейб 68 56 Но здесь Третья Цц То есть Экономика В принципе Сильная В принципе Сильная У хэппи Но Нужно биться Далее Либератор Раскладывает Здесь у нас Спорка Другой С другой С другой Стороны Начинает Атаковать Дроны Пытает Свалить Хэппи Зажал Всех Просто В ловушку Посмотрите Как тут Ё-моё Что он творит Просто Дичь какая-то 9 Рабочек Уже погибло 43 35 Про Обамы Ещё один Либератор Тут Настрелил 13 Дронов Минус Но Муталиски Вышли Ликвидировали Сейчас Полетят Хэппи Но Он уже Знает Он получил Информацию У него Есть Туретки Он готов Мариков Сейчас Больше Будет Два Медивак Заказано Почему Не Либератора Я Хрен Знает Они Бы Помочь Могли Сильно Сейчас В Обороне Но Не Помогают Они В Обороне Пока Так Откуда Это Актриса Взялась Я Ничего Не Жал Заезд Гелеонов От Хэппи 7 Дронов Минус 9 Дронов Минус Королева На Мэне Проблемы Здесь Мутка Прилетает Здесь Есть Минки Марики Минус Мутка Вся Практически А Гелеоны Унижают Базу Зерга 27 44 По Рабочим 1 1 Счет Становится Неожиданно Сейчас Очень Ну как Это Не Неожиданно Я Вру Вам Ребят Это Было Планомерная От Хэппи Игра Сначала Захарасил Экономику Всю Унизил А потом Добил Просто Сейчас Заезд Гелеона В то Время Как Мутка Улетела И Некому Было Оборонять Просто Базу Хэппи Счет Опять что-то и лезер не заходит Айпапа держал ваш канал на сумму 100 рублей ровно Проверка няшной бабы Раз-раз Два-два Три-три Что ты сделал для хелбата в свои годы? Вот так вот Поехали Третья игра Спасибо ребят всем за поддержку Очень приятно 1-1 у нас счет Как минимум три игры впереди Ожидают нас еще Очень интересных В чью они пользу будут Посмотрим Но судя по всему финал не будет Однокалиточным уже Хотя 4-1 Если в чью-то пользу будет То я бы сказал Что это однокалиточный финал Но вроде как такого Не планируется пока Третье дополнительное хранилище Третье дополнительное хранилище Ну что Вторая хата Пятнадцатая Ставится у Элейзера Секундочку ребята Третье дополнительное хранилище Так, ребят, дико извиняюсь Дашу проводил Тут просто, ну, не один я дома был Вот, у нас продолжается битва Хэппи против Элейзера ЦЦ-шечку Хэппи ставит Нагловато, я бы сказал, её ставит Но он через Рипера играет, он всё контролит Вот Рипер прилетает на мейне, гранатами кидается Куда он на пустомес? В рабочую хотя бы кидал Хэппич гранатки-то Начинается контроль против лингов Можно и нужно кинуть в рабов гранату Что Хэппи и делает сейчас Королеву как откинуло Нифига себе так всех раскидало Пять дронов убитые, естественно Ложная информация Ну что, королеву подкинул И неожиданный Роучворн Сейчас от Элейзера прям ставится Но Хэппи может ведь его спалить Смотрите, королеву как скрипа выкинул Очень прикольно И Харас идёт сейчас, но Он прикольно выглядит, эффективность его Не настолько прикольная для Хэппи И кстати говоря Вот не знал, что криптумор гранаты убивает Посмотрите Кинул и криптумор сбил Вот это уже полезно Почему? Потому что 25 энергии на такой ранней стадии Отсутствие криптумора Это важно Это важно Риппер улетает домой Здесь гелионщики добавляются На Лабу Ой, Лаба не под таймингу Ну что же такое-то На Старпорте Лаба запоздала Здесь, судя по всему, будет Банша Сможет ли Хэппи за контроль И тоже хороший вопрос Здесь бункер добавляется Нужно что-то в него, правда, посадить А что у Хэппи может? Одного Риппера, пока он только в бункер может посадить Банша заказана И 10 ровущего Лейзера 11 Это а-ля Фотс Пуш Но Здесь-то они еще и в Ревизеров превращаться могут То есть усиливать просто Естественно, атаку Здесь Хэппи видит лингов Принимает их Но он не знает пока И не подозревает Что у него Пуш двигается очень сильно сейчас От Лейзера Раскидывает Хэппи гранатами Роуч Морфица еще, естественно И Реведжеры Здесь нужно контролить Куда мулы-то полетели? Ну вот сюда Пуш Ну что Хэппи творить-то такое А нахрена мулы-то кидать на вторую базу? Как Пуш сюда идет Так, здесь по КСМкам Накидан скилл сейчас Хэппи выводит мулы В бункер падает моментально Касты проходят сейчас от Реведжеров Ой, как Блин, как рипперы помогут в обороне От таких пуш Смотрите Одной гранаткой Риппер Такие чудеса на виражах Просто творит Еще гранатку Раскидает Хэппи Дэмэдж старается Нанести максимально Вынужден КСМок взять Что проучи отбивать Но И стенки на мэне нет И бункер вычинить не успел И мулы здесь были В итоге мулы все уничтожены Нужно все разводить Сейчас пытаться КСМок Хэппи выводит Опять же на оборону Гелионы живут Рабочку Бро поддержал ваш канал На сумму 100 рублей ровно Ядрен батон Что с моим голосом Полетели бонши харасить Сейчас отменят Две бонши Нахарашивают Сейчас Они без инвиза Инвиз не успел Доделаться в итоге И Это шанс для Хэппи Почему? Потому что Естественно Естественно Сейчас он сможет Попытаться Контр-атаковать Как-то оппонента Свою Может быть даже Удачно Хотя уже Четыре королевы Здесь бонша Продемедженная В итоге Очень сильно И это печаль Третья хвата Отменил Хэппи Выход пошел Пять гелионов Медивак Пару мариков Там сидит Здесь лаба на бараке Четыре линга Не забегание Очень сильное Минус мул на весь Сейчас КСМок нужно уводить Хэлбаты Трансформируются Бонши Вперед Нельзя ни в коем случае Брать Это жесть какая-то Пуш пошел Четыре королевы Против двое бонши Шесть хелбатов И два марика Непонятно Что марики Правда сейчас делают Хэппи минусует Рабочих Там очень сильно Дома отбился 21-33 По рабам Контр-атака Достаточно успешная Но вижу Что и лейзер Сейчас Отбивается Очень хорошо Почему Хэппи Не хочет боншами Помочь королев Разбирать Может быть даже Получилось забрить Но Хэппи решил Что дронов Тоже эффективно Будет забрать И по рабам Он уже в плюсе В итоге У него больше рабочих Банша Полудохлая одна И лейзер Он не законтралит 50 лимита На 25 Контр-атак И великолепный Хэппи ставит точку В этой игре 2-1 счет В его пользу Становится Нам нужна Четвертая карта Уже вторая игра С хелбатами И Хэппи Кстати говоря Для Хэппи Хелбаты работают Замечательно Мунлайн Так Лунный мир У нас следующая карта Четвертая Я сейчас ее создам Если сейчас Хэппи выиграть Небольшую паузу Такую Ну как В турнирах возьмем Ну совсем небольшую Вот Чтобы сразу Все не закончилось Ждем Лейзера Лейзера Сейчас он зайдет сюда На эскаду И смотрю Стрим поднялся Люди общаются Спасибо всем И лейзер ждем Пока ворвется в игру За поддержку Огромное спасибо Еще раз Я вам говорю Поехали Все готовы Игра Начинается Привет Это проверка Голосового сообщения Так Давайте Женский один Тогда Попробуем Протестим 50 рублей Ставлю Порог Чтобы Говорила Она Меняю Голос Надо Выяснить Оптимальный В итоге Там еще Мужик один Есть Второй Странный Какой-то Но Не Упоротый 2-1 Ведет Хэппи Лунный Мир Это у нас Карта Четвертая Игра Уже Начинается Первую Карту Взял Элейзер Две Последующих Хэппи Ну Элейзеру Желательно Сейчас Брать Игру Чтобы Как-то Стабилизировать Иначе Может Начаться Провал Что Называется Эйм 47 Подержал Ваш Канал На сумму 100 рублей Ровно Я Такая Веселая А Чего Я Так Веселюсь Та Скажите Какой Лучше Первый Или Вот Этот Будет Уже По Итогу Голос Спасибо М47 Спасибо Всем Ребят Здесь У нас Депошки Пошли Снизу Перекрывается Все На Хайграунде Естественно Стеночка Но Хэппи До конца Не додел Я не знаю Уже В одной из игр Прогорел Он с этой стенкой Полетел Реперок Вперед Нужно Уходить Конечно Же Гранат Ку Хэппи Ким Посмотрите Граната Взорвалась Еле Ушел Пользователь Аджентема Один Активировал Премиум На ваш Канал Посмотрите Рипер Линго Воздух Избил Что я вижу Сейчас Только Вот это Да Это не тот же Это другой голос Вроде бы Не вроде бы Точно Разные голоса На разные суммы Это не камни Вот Локи сидит Ему предложение Прям в чат И пишите Да не Голос Не тот Я же вам Горю Ладно Давайте Про голос Не будем Рипер На мэйне Начинает Харасить Еще одного Дрона Погодите Не еще одного Дрона Дрона Подбревает До этого Он Линго Убил Вот тут На этой карте Идеальная Прям позиция Рипера Сверху Вот Пошел еще взрыв Не помню Где f5 нажать Чтобы активировалась Новый голос Что ли Вроде как Да Так Пробиваются камни Все Надо поменьше Отвлекаться Рипер Наконец-таки Не погиб А где он вообще А вот Домой он летит Нифига Рипера хотел Так Блин Рипер Будет Недоволен Что я Его так Похоронил А он Спокойно Улетает Вот здесь Как я Как вы помните Здесь можно Рипер Джампа Делать Гранату Кидаешь Перекидывать За камни На другую Сторону Здесь у нас Стена Какая-то Странная Бункер Спереди Здесь Гигантская Площадь Для прогрыза Чинить Сзади Тяжело Будет Но не думаю Что сейчас Что-то Такое Прямо Должно Произойти Что это Может Зарешать Инженер Кухой Пебараки Добавляются Здесь Хлбак Пуши Судя по всему В этой игре Не будет Как-то Так Ну что Четыре Караптора Четыре Реведжера Это Естественно Все Контра Против Либераторов Делается Ну а что Хэппи У нас Будет Выход Какой-то Или нет Так Не понял Зазор Поддержала Никто Ничего Не говорит А почему А почему Галочка Убрала Съема Тут Галочка Убрана Была Прошу Прощения Зазор Сто Рублей Грибы Наркота Отпустить Мне Авиавия Блин Поставил Галочку В итоге Печаль Беда Ну что Ж Все Бегает Сейчас Собирается Выдвигаться У нас Хэппи Понемножку Танк Один Сидит В медиваке Здесь Гиллионы Плюс Смарики Все Идет Вперед Теперь Все Включил Крип У Элейзера Только В центр Фактически Распространяется Здесь Практически Нету Хэппи Приходит Сейчас Через Центр По основному Направлению И Выбивает Весь Этот Крип Еще Лейзера Но Не остается Медиваков Не остается Ничего Чтобы Мариков Полечила Танк Падает Но Марики Здесь Без Медиваков Могут Дэмэджа Нанести Немало Тем более Линги Которые Выходят На муви Сразу же Отдается Парабам Десяточка Разница С дронами Пытаются Отбиться Сейчас И Лейзер Дроны Разваливаются Хэппи Подводит Мариков Прирост Такое Ощущение У меня Что Он Здесь Уже Заполучил То преимущество Которое Ему Нужно Для Победы Несмотря На это И Лейзер Отбивается 79.85 По лимиту 2.2 Хэппи Заказывает И Лейзера Нет Никакой Возможности Пока 2.2 Заказать Ему Бо Отбиться Здесь Как Нибудь Хэппи Дроп Лейзер Видит Хэппи Часть Только Передроп Лейзер Сразу Наламывается Роущими Лингами Ничего Не Получается Естественно Ухэпи Сделать Нужно Улетать Порог Я снизил До 50 Так Неизвестный Тут 30 Рублей Присылает Тоже С сообщением Ну Блин 50 Порог У меня Поставлен Ребят Кстати Лог Еще Паш Нужно Как-то Сделать Чтобы Люди Слали Чтобы Они Видели Этот Порог Ну Потому Что Иначе Как Б Получается Что Кто То Не Знает Шлет Там Меньше Как Б Не Озвучивается Тоже Не Очень Вот Так Что Вот Так Вот Ребятки Ну А Так Видите Потом Пройдет Это Мода Присылать Чтобы Бред Все Говорило Я думаю Все Окей Нет Сегодня Озвучивать Нужно Когда Уже Достанет Все Тогда Будем Голосовалки Запиливать Новое Плюс Нужно Проверять Для Сайта Как Технически Технически Работает Дроп На 12 Дроп В район Сейчас Двух Часов На Вторую Базу К Зергу Везде Лейзер Вроде Как Справляется Хотя На 12 Здесь Определенный Дэмэдж Хэпп Нанес Но 8 Дронов Погибло Но Ведь Хэпп Тоже Не Без Потерь Действует Он Медиваки Теряет Здесь Передропнулся За Сантиметрик Оттуда Разводка Очень Жесткая Можно Попытаться Овера Сбрить Овера Сбрить Не Получится Скорее Всего Нет Овера Получилось Сбрить Но Муталиски Летят Отбиваются Что Они Могут Сделать Муталиски Мародера Добивают Мародер Долго Терпел Выстрелы Эти Медиваки Улетают Еще Один Дроп От Хэппи С Четырьмя Минами Уже Идет Караптер Пытается Забрать Минки Копаются Все Лейзер Законтролил Молодец Можно Медивак Сныгать За них Один Рубль Не мучай Прогеров Чтоб Меня И нас Всех Кто Замучил Нет Так Дело Не Пойдет Точно Хочешь Реальный Рэпчик Из Чатика Реальным Голосом Плати Бабки Детка Муталиски Летят Семить Хэппи Отступает Хэппи Грэйды 2-2 2-2 2-2 Против 1-1 Естественно Преимущество За Хэппи По Грэйдам Он разваливает Все И Лейзер Пишет ГГ Ребятки Счет Становится 3-1 В пользу Императора Хэппи Фух Нужно Передохнуть Так Ребятки 3 минутки Паузы Я напишу Всем Еще раз Пусть и Лейзер Немножечко Дух Переведет Хэппич Начал Бомбить Просто Дичайшим Образом Всех Разбирать Вот Пока Даже Я Не совсем Понимаю Что Происходит так и адреса сама собой кнопку не жму реклама идет правильно чуть день деньги понимаете как бы знают где правильный рэп так ну что пауза небольшой у нас как я говорил если какие-то вопросы есть я не знаю можете писать буду отвечать по возможности ребят всех еще раз приветствую соответственно финал у нас выбора лиги сегодня уже это уже финал финальный матч и уже последняя игра следующая может быть если хэппи выиграет ее вот компанию вола я сегодня начал проходить как я обещал вам прохожу компании но так секундочку ребята но сегодня наверное я пока не буду сразу проходить то что завтра близко он помните про конкурса кибет помните прошу 8 часов по моему он начинается точно не буду врать я там пораньше стартану днем еще приходите смотреть завтра великолепного старкрафта ходится будет просто немерено на самом деле очень так что не пропускайте сейчас мы начнем уже скоро 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 так так Продолжение следует... Продолжение следует... Так, создаю игру. Три минуты прошло. Следующая карта у нас. Получается счет 3-1. Пятая игра. Руины у нас Сероса. Решающая игра. Ждем игроков и сейчас начнем. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, оставил в итоге женский голос, ребят. На киви 100 рублей приходит. Тащи император, как арматый оператор. Пока что оправдывает император. Ожидания ваши, я думаю, это счеты лейзера. Вот, ну, ему нужно и больше практики, как на турнирах, так и на ладере. Ему ведь еще ехать на DreamHack скоро, куда Яндек ему помог добраться в итоге. Ну, пока еще, ну, он помог ему туда стартануть, естественно. Дав столько денег, сколько Хэппи нужно было на дорогу, сколько он хотел. Пользователь АИМ-47 активировал премиум на ваш канал. Так что Хэппи мы там увидим. Ему удачи я заранее желаю. Но пока еще у нас Близкон не кончится, пока у нас еще до DreamHack. Ой-ой-ой, сколько всего. Прилетает Reaper, сейчас начинает нарезать на второй базе. Вышли первые линги, гранатка кинута, линги убежали, дроны убежали. Виктей лейзер всеми контроли четырьмя. Игра приостановлена. Премиум активировался, а Смайл тут. Игра возобновлена. Так, паузу лейзер попросил. Так, Смайл 100 рублей через плейс, сами слова импература АвиАви. А почему она не говорит-то? Какой-то баг, походу. Надо исправлять. Только что про премиум сказала, а здесь не сказала. А это я почему не могу вам сказать, ребят? Польза... Так, Versus 3D на премиум. Премиум Versus 3D сейчас премиум подписался. Это я обновил, ни хрена в итоге сказано не было. Вот. Извиняюсь, но ничего страшного. Сержен 56 через плеер. Это просто делается. Ну что, Марик прогоняет овера. Ну и что, хелбат пуш от хипича. Если лейзер справляется с ним, посмотрите. 45-31 по рабочим. Если лейзер. Но если это много всего. Вот. Вот и я не знаю, где голос был. Паш. Прошел хелбат пуш. Роучи 4 штуки. Я вижу продакшник. Королевы 4 есть уже у лейзера. Пытается фокуснуть. Зафокусил одного хелбата. Королев нужно законтраливать, отводить. Роучи начинает выходить немножечко. Хэппи пытается с хелбатами прямо в королев дропаться. Нет, не пытается. Он на третью хелбатов передропнул. Все, роучи начинают законтраливать. Попытка зафокусить королев не так-то уж просто. Это для того, чтобы либератору дать возможность тоже харасить. Делал сейчас хэппи. Но в итоге погибло. Так, что-то голос вообще не работает. Хэппи пытается разводить. И на мейн. И на вторую. Пошла атака. Не законтраливает. И лейзер-либератор просто дико начинает нарезать. Нужно позицию занять. Дронов 12 уже погибло. На мейне хелбаты две штуки. Они все еще живы. И королеву сейчас убьют. 37-33. Парабам. Уже какая-то печаль. Здесь и лейзер-контратаку тем временем хочет сообразить. У хэппи-либератора разводить. Есть танк. И эта атака обречена, скорее всего, на провал. Здесь либератора королеву выбить не смогла. Это печально. И в лоб, и лейзер продавить не сможешь. Посмотрите, что он здесь уже сотворил. Ничего не сделать. Просто ничего не сделать. Парабам уже хэппи больше. Это просто избиение какое-то. Блин, ребят, сотки все падают. А голоса нету. Где он, черт? Подчеркиваю. Подержал ваш канал. Подержал ваш канал. На сумму сторону. Лейзер, давай держись. Ты тоже молодец. Одновременно сказала. Слава императору Ави-Вави. Лейзер, давай держись. Ты тоже молодец. Спасибо всем, ребят. Танк атакует. Здесь много юнитов. До сих пор не выбит либератор на второй базе. И лейзер ставит уже на уленовый пуш. Пошла атака. Бункер падает. Либератор падает. Заходит под танки. Лимита 54 на 20 боевого. Пропустил я момент самого налома. Видимо, сразу кастами был выбит либератор. Выбит бункер. Линги забегают. И как-то так. Так. Что это происходит? ГГ пишет. Хэппи. Выходим из игры. У школьников пригорает у некоторых. Бывает такое. Я актриса. Ну что же. Лейзерс отыгрывает одну карту. Четвертая игра у нас. Терминал у нас. Следующая карта. Лиау поддержал ваш канал на сумму 179 рублей ровно. Проверим, как она стихи читает. Один идет прямым путем. Другой идет по кругу. И ждет возврата в отчий дом. Ждет прежнюю подругу. А я иду. За мной беда. Вот это Лев дает. Так. Смотрю, какая последняя у нас карта. Седьмая. Тераформ у нас седьмая карта. Поехали. Ну что, ребятки. Легкой прямо вообще плагулки для хэппи не получается. Спасибо, ребят, всем за поддержку, за тесты. Вы не только мне, еще и Локи помогаете. И всем на сайте, естественно. Потому что нужно все это оттестить. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. снайперов да что-то нихрена не блочится ну тут ничего не поделаешь продакшен врубаю посмотрите что хэппич усидел собирается с помощью бункера проблемы лейзеру здесь создать и не один рипер а 2 как минимум будет опунинга может быть и больше королева заказ на овером виде для подчеркивания смайл поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно сосисочка 1 сосисочка 2 сосисочка 3 император дави прилетает рипер кидает гранату зря и вот не выбить бункер с хэппи это может просто проблем невероятное количество принести и сейчас начинается уже у лейзера проблемы он рабочих переводит на вторую базу пока никаких юнитов не погибло но сейчас уже второй рипер сюда летит дроны из-за гранат этих катаются нужно бункер выбивать но здесь есть ксм кора будет вычинивать и получится ли с первого раза вот так вот взять и выбить гранатами еще бункер можно оборонять от лингов это жесть тут даже двух риперов тяжело будет выбить проблему лейзера гранатка еще пошла еще двух лингов заказывает 3528 парабам простить по лимиту парабам одинаково было только сейчас мы желаем наш канал на сумме это вещь и ровно привет мой маленькой дочки маша так спасибо всем ребят за поддержку мой мали моей неправильно слово написал дочки твои привет есть ты свои передаешь спасибо большое очень приятно гранатами хэппи посмотрите это просто как какая-то жесть хэппи терроризируют зергов в компании зерги терроризируют тиранов там кэрриган все вот я компанию проходил никак от них не избавиться а здесь зергам от хэппи просто не избавиться он взрывает тут все у них на базе какой-то пиротехник чертов пришел тут куда свадьбу риперскую устроил кидает и кидает все королевы ничего сделать не могут все это подлетает в итоге рабочие бывает рабочих уже у хэппи больше правда боевого больше у элэзера посмотрите что происходит на второй базе хэппи может забыть про то что может такие обстоятельства у нас происходить могут наконец-то элэзер идет строящими уже целенаправленно выбивать этот бункер бункер падает сейчас уже скоро будет нидус готов банша у хэппи с инвизом заказано но напомнишь сейчас то его нельзя фокуснуть пока он строится он только когда будет готов можно большим дэмэджем пока транс юзами банши не начали от транс юживать убить его и получится ли от транс юзить прям на мэй нидус пошел хэппи видит прекрасно что происходит сплитит своих юнитов но подержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно крышечка раз крышечка 2 юнитов нету хорошим дпс по зданиям королева ходит транс юза на нидус нужно кидать транс юза кидает сейчас элэзер хэпи всех ксм взял риперы взрывают как королев раскидывает ручи раскидывает банша выходит ксм гибнет просто уже 25 штук тут конечно с перебором количество у нас погибших показано 21 лимит хэпи 53 элэзер и судя по всему нас будет ждать решающая игра 7 ничего не поделать здесь вообще хэппи посмотрите как виперами он унижал но какой ответный ход ну вот радует в плане зрелищности сейчас честно говоря так какая у нас решающая карта терраформ у нас 7 карта ждем игроков так и лейзер не заходит пока зовем еще раз всем ребят спасибо за поддержку очень приятно завтра помните про то что близкон у нас да и абсолютно прав блай в пылу комментирования не сказал главному хэпи ведь армари было ахилбатами он мог бы отбиться и лейзер пока не заходит куда-то отошел элэзер 3-3 счет решающая игра повел хэпи было 3-1 но не получается вот так вот просто нельзя просто так взять и выиграть финал поехали в итоге требуется невероятное количество матчей нам все 7 штук валял поддержал ваш канал на сумму 51 рубль ровно хэпи тащи аки без за императора ну да с эмоциями конечно но вот а сложно обучить таким всем но все понятно что говорит спасибо валиал спасибо всем ребят анонсирую что ближайшие дни будет происходить а будет происходить компания естественно будет буду я стримить кампанию буду я стримить близкон завтра не пропустим насколько я помню начало в девять часов вечера игр но там все может затягиваться стримить я буду или же кампанию днем проходить или там еще турнир 2 на 2 поход со последний анонсирован может быть я турнир 2 на 2 по стримлю там на гудгейме есть короче говоря им 47 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно скажи пожалуйста сколько осталось премиумов до смайлика кстати кстати им 47 хороший вопрос спасибо яндекс женщина девушка баба вот до смайлик уже можно вставлять до следующего там невероятное количество какой-то еще осталось вот но но не готовы еще смайлики я напоминаю вам что делаются смайлики к близко выходу а к выходу лотва точно к выходу же лотва обещали к близко но еще не успеют артаниса джима рейнера и керриган они все будут у нас в итоге в перспективе так что всем спасибо за премиум подписки вот я постараюсь сделать там убрать ненужные как бы добавить один уже одно один слот свободен может быть получится два сделать вот не уверен я в этом моменте ну короче говоря скоро все это будет как-то непонятно застанало когда про императора заговорила яндекс бабы не могут не стонать когда они говорят про императора нельзя просто так взять и не застонать тем более когда нужна поддержка хэппи 3-3 счет ведь ребята решающая игра может наш турнир выиграть сейчас просто не снг игрок ничего в этом катастрофического конечно нет но не хотелось бы чтобы мы создавали турниры и приходили игроки мы сами издаем это для скилла полезно естественно нашим тоже чтоб не расслаблялись лишний раз ну как-то ну вот хочется все-таки сами понимаете чего как и с футболом плюс 2 и ленщика сейчас еще выйдут у хэппи билд посмотрите очень похож на предыдущие игры но в этот раз и лейзер судя по всему готовится уже к этому он что-то знает как будто бы и получается что так овер залетает его не скоро еще хэппи вот марик контроль тавера запалит сейчас нужно ли хэппи лезть я думаю что лезть ему вообще в этой игре не нужно сейчас вперед ведь лейзер уже готовится к лба кушу у него королевы добавляют мне уже три еще четвертая будет и поляк почти снг некоторые у некоторых поляков сейчас зачесалось в одном месте очень сильно по ходу так ну а некоторые согласны ну что же 4 дрона хэппи на треть избривает гелионами харассит в это время пытается либератором прохарасить мэй но рейнж у него теперь небольшой и здесь нету мертвых зон вот на этой карте сныкался и не видит кстати сейчас и лейзер где либератор висит и можно сейчас просто каст поставить так и лейзер не замечает вот сейчас только заметит но рабочих не успевает висит королева заходит в рейнж атаки получает один выстрел не погибает в это время хэппи приезжают хэппи, харасят, сейчас крип здесь бейлинги без му, плюс линги можно было бейлингов попытаться забрать ну, крип туморов пару хэппи забрал либератора перераскладывает королева сейчас может быть минус улетает, просто напрягает им жестко очень оппонента сейчас парабам 56-43 но продолжается хараться на вторую базу неожиданно тут либератор прям прорывается на третью приезжают гелионы линги с бейлингами здесь стоят здесь рабочие минусуются здесь минус королева, добычи нет вот сейчас, вот харасс просто сверхэффективным каким-то для хэппи становится здесь бревается всю, королева заходит сверху, чтобы вне рейнджа вот этих штучек естественно его атаковать, его это либератора, выгоняет сейчас и лейзер но парабам, хэппи уже сравнялся по лимиту боевому 35-15, хэппи значительно впереди здесь и лейзер не доконтроливают только сейчас законтролил, королева выжила ничего не погибло, но дэмэджа много внес либератор нужно как-то забирать смотрите, приходится обходить с разных сторон финал на сумму 100 рублей ровно чувствую скоро отключать придется с наркоманией этой как-то придется бороться ну что, гелионы от хэппи продолжают харасить 66-51, несмотря на то, что так эффективно хэппи захарасил и еще сейчас рабочие погибнут рабочих у лейзера все равно достаточно много а вот сейчас их очень много погибло 10 уже минус, 11 15, 15, 16 рабочих плюсом еще сверху погибает 30 и в общей сложности а вот теперь становится ровное количество 52-52 по рабам на мэне все еще еще один либератор полетел начинает нарезать в рейндж кстати, не можешь атаковать рабочих он может стрелять по личинкам, по коконам кстати говоря, очень эффективно хэппи все перераскладывается и все харасит, харасит со всех сторон с поркой пытается и лейзер отбиться с поркой это хорошо но постоянно куда-то он успевает поднастрелять сейчас опять пересидж пошел опять харас а вот сейчас королеве не сдобровать но и либератор упал от последнего выстрела прибегают линги здесь два либератора танки-марики камни пробиваются накидано мулов на третью базу некоторое количество 60-62 хэппи больше рабочих третью начал уже качать полностью но посмотрите на грейды у хэппи 1.1 вот он только-только 2.2 заказывает у элейзера 2.2 грейды он играет в стиль хосса сейчас то есть он играет мута линга бейлингов без реводжеров без роущей каких-либо вот и у него хорошие грейды он по грейдам впереди тирана 42 дрона общеслушный погиб потери 3.350 на 1700 двухкратное хэппи преимущество по потерям муталисков видит хэппи делает выход вперед готов ли лезер принимать я думаю что готов он встречать оппонента своего сейчас будет ну что 4 хату хэппи отменяет но и лезер готов отбиваться судя по всему а где основная армия у него я не пойму 20 лингов 14 бейлингов 13 муталисков все это врывается внутрь линги хорошо сзади зашли муталиски минус 0 либераторов минус 7 марики разбирает сейчас хэппи Лейзер разбирает Хэппи Муталиска все больше и больше Падает танк, но лимита Хэппи Все еще больше в итоге Вот Ну и полетел вперед Хэппи нужно сейчас поаккуратнее Делать свои маленькие выходы для Хараса Почему? Потому что если он сейчас Слишком много потеряет еще То он может отдать уже целиком и полностью Своё преимущество, здесь чудом спас танк 2-2 доделают По 3 либератора строятся Это значит, что даже по 4 может Хэппи Просто не заказал в одном Старпорте Это значит, что Муталиска в скорое преимущество Будет нивелировано, так как Либераторы просто великолепно с ними справляются Вот дропчик на Мэн летит А Лейзер в это время контр пушить Пытается оппонентству Минка сделает залп сейчас Или не сделает? Что-то Минка очень долго залп не делала Вот сейчас только И так в итоге и не сделала И Лейзер очень неплохо отконтроливает Мародеров забирает Дроп на Мэне отбил с минимальными потерями Ситуации по лимиту, ну, очень близки Даже занятие Лейзеру четвёртую Будет ещё тяжелее Но Хэппи сам не отстаёт В плане бас Он занимает золото уже И сейчас будет готова планетарка на нём То бишь, выбить её будет невероятно трудно Это золото При этом сам пытается отменить и Лейзеру четвёртую Но небольшой, абсолютно грубкой войск И здесь всё простимпаченное Продемедженное в мясо Поэтому нужно аккуратнее быть Беллингов У Лейзера достаточно, чтобы выбить это всё Или недостаточно Кстати, Беллингов оказывается достаточно Потому что марики все продемедженные были Справляет здесь и Лейзер Но вот что делать с золотом с этим В итоге Непонятно абсолютно 61.70 Рабочих у Хэппи больше, чем у Зерга И, кстати, не одна игра уже была За сегодня только в этом финале Когда Лейзер с меньшим количеством рабочих Приходил и за счёт преимущества По боевому своему лимиту Хэппи, например, пробревал Хэппи уже пятую базу сейчас ставит Сюда Хэппи слишком макро занялся А продакшн-то достаточно ли у него? Бараков много работает Три из них, правда, слабо И нужно ли столько лап против Линга-Беллингового стиля? Я не уверен Здесь планетарка у нас ставится Очередная на пятый Рабочие переводятся Либераторов уже три штучки Это не так уж много, я бы сказал Это вообще немного Так, приходят Линги, Муталевские Минки ликвидируют сейчас Либераторы где-то сзади Вот они начинают стрелять И Лейзер моментально их отфокусил Они над Мариками где-то сзади должны висеть Чтобы эффективнее драться, естественно Сплит у Хэппи пошел Сплит хороший, но юнитов недостаточно Мариков очень мало Мародеров много А где Марики-то вообще? Вот в бункере сидят Нужно как-то вынимать их, что ли Я не знаю, отсюда, чтобы пробрить Вот из бункера Мариков Хэппи высаживает сейчас Либератор очередной падает Как же так они сливаются? У Хэппи еще экономика просто колоссальная Но Муталевские разбирают все Вот только за счет прироста Хэппи сейчас отобьется Но отобьется абсолютно точно Муталевсков, потому что не так уж много Они все в мясо деманженные Плюс у Лейзера четвертая Не раскачана по газу Он и восстанавливать-то их Очень быстро не может Короче говоря, переоценил возможности свои для Пуша Но было на грани фейла Сейчас и мог Хэппи развалиться И в итоге Хэппи не разваливается Линги, бейлинги Все заново идет вперед Бейлинг, какой хороший Бейлинг сейчас был Был взрыв Прямо в центре юнитов Хэппи Но прирост очень большой Лейзер вынужден отступать 3-3 грейды делаются На 2-2 У Зерга нету Хаева И нет никакой возможности Абсолютно заказать сейчас Грейды новенькие Так как у него максимальное сделано для Тир 2 базы Во-первых Во-вторых У него ресурсов просто нет Он все сейчас в Пуш-клад приходит А здесь уже планетарка стоит на пятой И здесь планетарка И Лейзер видит Попал в какую-то страну просто Где много-много больших домов Которые стреляют Еще и аннигилируя Просто уничтожая лингов В гигантских количествах То есть лингами не очень эффективно Естественно планетарки проблевать А Хэппи Тем временем готовит Вот куда выход На самую новейшую базу Зерга И если он ее убьет Это фактически Поставит точку в игре Потому что на других Уже на мэне минералы кончились На второй почти кончились На третьей тоже уже Некоторые кучки закончились И вот сейчас Проблема Проблема у Лейзера Приходит Хэппи Либераторов 5 штук Муталисков сколько есть? 12 Ой-ой-ой Муталиски здесь уже не смогут Наверное даже помочь Отбиваться Хотя-хотя Хату не стоило бы терять И Лейзеру Но он вынужден потерять Он позицию пока займет Здесь Это потребуется время Чтобы эффективнее Подраться Если муталиски Через минки Пролетают Через либераторов Либераторы Либераторы минусуют Все мутку В итоге Лейзер по земле Это конечно отбивается Но Уже Нету возможности Экономической Просто игру эту Затащить Хаты нету Четвертой И Хэппи Великолепный Продакшн Пишет ГГ и Лейзер Вот это вам Ребятки Просто интрига Вот это Санта-Барбара Какая-то В финале Вот Вот Благодарю игроков Вот Паша свяжется Уже там По призовым Все объяснит Поляку С Хэппи Мы разберемся Я думаю Он сам разберется Как с Гудгейма Вывести ему Призовые свои Соответственно Поздравляем Хэппича С победой С первого места Одном из первых Наших турниров В Вебролиге Вот В будущем Мы будем тоже Стараться всех звать И его И поляков Также В итоге Ребята Не сказал я вам Что вы можете Могли добавлять Еще к призовым На этом турнире Да можете В принципе И сейчас Еще это сделать Если у кого-то Желание С Хэппи Подержать Можете И меня Поддержать Естественно Поддержки Сегодня Достаточно Всем за это Спасибо Большое Я в очередной Раз говорю Призовые У нас Распределились Следующим образом 10500 рублей Первое место 630 Второе 4203 Вот так Вот Ребятки Вот На этом Я с вами Попрощаюсь Сегодня Хочу И отдохнуть Не хочу Слишком Долго Пользователь Ты активировал Премиум На ваш Канал Так Пользователь ККИ Активипремум Спасибо Что я вам Хочу сказать Компанию Вола Я обязательно Буду Проходить В ближайшее Время Может быть Даже Завтра Может быть Сегодня Позже Я пока Не уверен В этом Короче Ребят Но пока Я точно Тормознул Потому что Ну я Один Дом А тут Собакой Надо Погулять И т.д. И т.д. Завтра Анонсирую вам Близкон Близкон Будет Начинаться Вечером Около Восьми Девяти Часов Не пропускайте Будет Все Будет Восемь Бо пять Великолепнейших Этого состава Я даже могу Вам сейчас Показать Что там И где Будет Вот Быстренько Мы посмотрим С вами Team Liquid Открываем Ликвипедию Вот они Финалы Все Уже Сейчас Будет Такая Тема Происходить Начнется Все Погодите Это Первое Да Вот С Hero Fantasy Все Начнется И так Вот Вниз Будет Идти Все Вот Эти Игры Будут Сыграны Завтра Это Обязательно Будет Все Откомментировано Мной Не Пропускайте Компанию Либо Либо Два На Два Турнир Завтра Постреблю Если Не Получится Завтра Компанию То На Неделе Я Начну Обязательно Будет Вол Ход Будет Круто Приходите Смотреть Ребятки Будет Интересно Всем Спасибо Увидимся Записи Будут Тоже Скоро Продолжение следует